Третье по счету заседание рабочей группы по вопросу строительства автодороги регионального значения Солнцево-Бутово-Видное прошло в здании администрации муниципалитета. Руководство округа, депутаты и активные жители в течение трех часов общались по видеосвязи с разработчиками проекта платной трассы и представителями комитета по архитектуре и градостроительству Московской области. Один из вопросов касался развязки СМ-4ДОН. У нас стояла цель и задача именно сделать так, чтобы город не стал транзитным. И жители нашего города имели возможность выезжать через ту дорогу, которую строят Солнцево-Бутово-Видное. Также из города, из новых вновь построенных ЖК микрорайонов, на МКАД, МИНО, как бы город. В ходе обсуждения по многим вопросам удалось прийти к компромиссу. К примеру, развязка будущей дороги не затронет СНТ Екатерининская пустынь. По результатам прошлых заседаний авторы откорректировали проект вблизи микрорайона Заполье в деревне Орлова и деревне Пуговичино. Есть положение земельного кодекса, что в зоне планируемого размещения автомобильной дороги не все участки могут быть изъяты. Если при проработке уже конкретно этим собственникам будет непреодоримое желание сохранить строение и определить границы, попадающие под изъятие, то это в процессе обсуждения изъятия может быть решено. Наиболее активные обсуждения развернулись вокруг прохождения будущей дороги через шестой микрорайон. Где полоса подойдет от шестого транспорта, где полоса для противопожарных требований в случае пожара, где разворотная полоса, которая требуется радиусом 16 метров. Жителей и местных депутатов беспокоит не только близость прохождения дороги к жилым домам и нежилым строениям, но и перспектива из-за стройки лишиться благоустроенных зеленых зон. На сегодняшний день от северного квартала подъезда КНС тоже нет. Необходимость вот этого бокового проезда, мы его на прошлой встрече ставили под сомнение. Мы его ставим под сомнение сегодня на этой встрече. Причем ставят на сомнение не только я, это жители данных территорий. То есть насколько нужно рубить вот это все дело для такой трансформации, я прошу вас еще раз более внимательно вот эту часть посмотреть. В ходе заседания удалось обсудить множество вопросов, касающихся прохождения будущей дороги через земли муниципалитета. Были достигнуты договоренности по тому, какие дорожные проезды будут перемещены, какие будут убраны и виды изменены в развязке. Поэтому в принципе результат есть. Совместная работа администрации, депутатов и активных жителей с разработчиками проекта будет продолжена на следующих заседаниях рабочей группы. Ожидается, что в окончательной редакции рабочий проект дороги появится летом, после чего его ждет государственная экспертиза. Екатерина Борисова, Александр Логинов, Кирилл Иванов, Ольга Садовская. Видно этого.